Боже, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое. Да впереди Царствие Твое, да будет воля Твоя. Я по небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, окажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога. И во Твое, истарство, сила и слава вали тебе. Аминь. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитвы, причистоте Матери всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость сегодня и грешен. Асадамый Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешен. Помилуй и благослови. И освети дары Твои словом, истинным молитвами. Аминь. Вот у нас что намечено было, мы не могли вылезти оттуда. Потому что грузить уже были силы. Ну, что говорить. Даже уехали у нас. Уехал какой-то с собаками был Дмитрий и Сергей. Ну и так, три человека. Он этот, помогал шофер в Терентии. Сегодня понедельник. Моги вместе держать. Вот так, знаете, кто стоят? Моряки. Морские пехотинцы на корабле, потому что корабль качается все время, они вот так вот стоят. Это и правильно. Погоны, это звания какие-то. Но когда погоны просто тряпочные, здесь все срезать, никуда не отходить, срезать. У нас, в общем, только три человека могут носить. Это Виктор Андреевич, Любовь Николаевна и Юлия. Они военные, у них звания военные, врачи и астрономии. А Надя? А? Надя. И Надя. И Надя Муха. Так. У нас работают все. Тимоша, слушай внимательно. Жалоб никаких нет. Мы сегодня начинаем как с нового листа. Были гости в Ульяновске, очень хорошая, больная девочка, и нам вреда никакого не было. Просто Господь показал, это могло быть с тобой. Я стал разговаривать с ней, с чем связано, с пенкой родителей. Одна ночь, и вся жизнь. Одна минута, и целая жизнь коллега растет. Одна минута, зачатая пеной в виде. Врачи об этом говорят, кричат. В Римской империи был закон. До 30 лет, ни одного грамма алкоголя. Смертная казнь. У мусульман казнят за это. А у нас разливаемое озеро. Страна идиотов, олигопренов, аутистов. У матушки такая сестра, родная сестра Оля. Ну то есть, она разговаривала, вот так вот гнется, и все. Батюшке говорит, батюшка, а зачем работать? Она ему, а зачем работать? Батюшка, это исти надо. А ты-ка делам помашешь, нам дадут. Один раз заставили тарелки мыть, а вещь пришли, нету я. Она их собрала, и где нашла большой мусор, то выбросила в реке. И все, а зачем? Можно и так, а так каждый день мыть. То есть, у них все направлено было к одному, чтобы ничего не делать. У нас есть люди, которые не умеют работать, и не хотят. Ребята, мы будем работать. Вам посильная работа сегодня. Так, двое, так ставить, прямо ноги не погибать, и четверо, сестер, пятеро, вы будете старше. Под окнами. Его брат, Иеремия, Ирю мы зовем, Иеремия, Ярмак, это одно и то же имя, он не понял, когда с поля ехал, что здесь низинка дороги-то, ну, мальчишка еще. И он, я его не знаю, как этот прибор назвать, такими лопастями, как лучи, потерянные где-то. и он съехал сам туда, это оказалось вверху, и они все срезали, срезали, просто, не просто, изгажено улице. Надо на место пласты скорее выложить, пока не засохло. Ну, уже суббота подсохло. Потом мы войдем, даже пройдем. заложить на место и притоптать. Вот такие вот, отворощенные, ну, тяжести, больше килограмма нету. На место я покажу вам, как, и вы по участку берете, по пять метров, потом перейдете дальше. Это только до Лужковых. Дальше там ровная дорога, и он проехал, еще нету. И он додумался на трассу не заехать. Он из трассы кашу бы сделал. Вам понятно? Работа очень простая, понятная, и дураков у нас нету. Остальное вы знаете. До обеда, что это огород. Но еще нет у нас ни свай, ничего нет, то есть у нас нет ничего. Опоздали. Хотя они нам нужны. Осенью там посмотрим. Сегодня на работу распределяют. Курна Курти старшая, и кто помогает, Галина Александровна, значит, помощники, ей подсказывают каждый шаг. Потому что я гляжу, как люди работают, городские. Они не умеют экономить. Прийти не подходить к электрической. Только там. Вечером разогревать много не надо, чуть-чуть. А то и этого не надо, если не из холодильника. Если хлеб испекли, вот из печки только вытащила его, и тут же у нас стоит разрезать. Там решетка, вон там дальше решетка сделана, там сушитель. А здесь как? В холодильник. А с холодильником куда? В мешок. Через неделю клей один. А теперь и сушили мы, когда я, после времени-то, ничего не сказали. Мы даже были без хлеба неделю есть. А теперь собачка. Собака есть не будет, это, но... Ну, насколько я знаю, вся эта ситуация произошла не из-за того, кто живет в городе, а из-за того, кто был здесь в лагере уже много лет. Он порекомендовал ей положить холодильник. Вам не учат этому. Там сразу хлеб только получают, когда приходят, сразу его так повдоль, на попа. На попа это прямо. Почему? Поднимай на попа. На попа там какой-то сундук или что-то. Поп прямо ходит, он не должен пьяным держать. Это выражение, оно имеет основание под собой. Поп всегда должен стоять прямо. И здесь. Сразу порезали туда, завтра, еще если дождя нет, а нет, там печь топите, туда его закроют, жаром там, чтобы хватило, и все. Никаких изменений нет. Мы преступники, просим Бога хлеба, а хлеба нет. В других местах, где воюют, в Сирии, дети выходят, когда уезжает военная, я видел, и в пыли собирают крошки, которые упали. Мы должны помнить о детях Сирии и молиться еще. Не только о своих. Потому что наших все хватает здесь. Земля пронароднейшая, и все что-то скрипят. Люди живут крокодилы, в воду не залезешь. Змеи, никуда не выйдешь. В дом заползает, показывает в Австралии, которые ядовители змеи. Пять минут человек умирает. Вот какие змеи есть. У нас ничего этого нет. Комары не малярийные. Не дом малярийные комары, никто не знает. А комар, где кусает, там нет свертвости крови. Крови. Там тромбоза нету. Это еще и врач наш. Клещей, сиполитых, за 10 лет не было. А клещи весной были. То есть, это благодатнейшая земля. У Любы. Я говорю, лежу, летят пчелы. Она не поняла. К ней залетели, и свили гнездо. Она пошла, в матушке колодки взяла, собирает мед. Молоко, полный медом текущая земля. Коровы ходят, приходят, он разбарабанил, посмотри, какой у нее. У нее выгоняет вот такой вот пример. Даже не выгоняют ее. Что-то там сбой какой-то. У ящуков где. Значит, мы поедим, 7 минут отдыху, и все на работу. А лучше всего, что без отдыха. Я вам покажу, там на дороге отдохнете. То я уйду, и все. Все до одного. На кухне, когда пищете хлеб, чтобы все дети были. Что-то делайте, делать я займусь зеленью. Мне заказ поступил. Я говорил, Галина Александровна, привет, она мне даст жару. И зарядка. А тут меня, ну не простят, я не толкуюсь под ногами у вас. Я вообще захожу, когда только крайне нужно, что же. Вопросы? Вы знаете, моя вчерашняя радость? Считаю, что за 2000 лет в православии появился первый ездор. Самый любимый мой человек в Ветхом Завете. Безукоризненный. Собравший Ветхий Завет. Считает, что пяти книжек Тору он написал. Такое мнение есть. Вывел народ из плена. Отстроил Иерусалим. Сарем придерживал добрые связи. И как Давид там добил? Ни одного человека нигде не убил. Ни одного слова порочного нет. Это единственный человек, который настолько безупречный и так многое сделал для народа израильского. И для нас Ветхий Завет он собрал. Он книжник был, чтец, я чтец, и священник, и священник батюшка, и друг царей. И его нигде не в списках святых. Это даже нонсенсом нельзя не звать. Это помутнение разума какое-то. Герасим. Какой-то Герасим, один глеб у него за розовый, это человек канонизирует. Это человек всей вселенной помог. Ему обязаны все, иеретики, и католики. Его нет нигде. Мы должны сломать этот стереотип монашеского заблуждения. Я батюшке сказал, батюшка, я говорю, а, ездора-то нету, реши меня испытать. Ездора-то нету в святцах. Я говорю, и что? Святцы-то кто составлял? Монахи. Андрей Кураев говорит, за две тысячи лет ни одного мирянина не канонизировали. Ну что это? Самый плохой монах лучше самого хорошего мирянина. А то кто придумал? Дьявол? Бог говорит, оружие на дьявол, пост и молитва. А нет, послушание Аве иегумену выше поста и молитвы. Это чисто сатанинские изречения. Самое мощное оружие монахи выбили из рук. Главное, слушаться старшего. А старший-то никто. Он сидит в окно смотрит. А слушается он меня или нет? Он пошел там в дровах. Уже лет пять лежит хворост. Он воткнул три хворостинки и говорит, ну давай поливай. А в одном месте было так, кто в году носи? А этот каждый день поливает. Он заболел ползком и не ездом. И он лет несколько поливает. Ну и как? Выросло что-то? Отче, ты сам знаешь. Он подошел, а еще нет, они валятся. Вид показать. Нет ничего. Ну ладно, другое будет послушание. Вдруг перед другом хвалятся два игумена. У тебя есть послушные, тебе замена-то? Есть один. То есть самый-самый послушный. придурок, превращенный в дурака мангурта. Это самый хороший. И он смотрит там, вот как постамент Петр Первый там на Каде в Санкт-Петербурге. И там 250 тонн камень. И он его зовет так. Сбегаем, камень это, прикати сюда. А второй сидит, как же он прикатит-то? Посмотри. Вот он подошел. Ну знает, что он не стронится с места. Упирается, как вот когда шарик кормишь, или он злится на этого, там, на той скребет или быки. Пыль только идет. Сидят, смотри, что? Ничего, смотри. Камень не с места. И он тогда говорит, хватит там, Никита, иди сюда. Подошел. Что? Ничего. А ты думал сами, камень здесь. А зачем думать? А он знает. И они друг перед другом. Я рассказываю вам историю записывал в житиях святых. Монашеские уставы, какие только существуют, я их все разобрал, в седьмой, восьмой том поместил. Вы даже не знаете. Их нельзя назвать даже садистскими. Это что-то запредельное. Коммунистическое, фашистское, это все ниже. Отец стучится. А что? В монастырь хочу. А это кто? Сыну пять лет. Мы не понимаем с детьми. Он, есть нечего. Стоят день, второй, третий. Они наблюдают, как, ну явно, что уже сгорают. Но мы примем, если ты от него откажешься. У нас ничего нет, там надеяться не на что. А ты выйдешь, у тебя сын подрастет. Ты в выходе здесь будешь у нас. Чтобы не было у тебя дочери. Аполлинарию в отвал. Согласен. Давай проверять. С сегодняшнего дня он тебе не сын. С сегодняшнего дня он мне не сын. Что умеешь делать? Сапоги, шеи, но не в мастерской, а наружу, чтобы сын тебя видел. Не надо слова, его не отвечай. А дали указание. Сына не кормить, вечером эту корочку дать. Весь вовшах. Не мытый, не чесанный. Отец любимый, вот здесь он переходит, там тя, тя, папа. Даже головы не поднимают. А они в окно смотрят. Руководители монастыря. Это пример. Он не поймет ребенок, пятилетний. Он не поймет, как это... Это мой отец. Он даже этих слов не знает. Ему есть охота. Он подходит ему, он от него отстреляется. Он не поймет, мир перевернулся. Он этих слов тоже не знает. А они сидят и смотрят. Объясните, а где слово любовь, полюбите друг друга. Это вот в пример ставят. Ребенок плачет. Специально не кормят. Посиневший, подходит. Не дается еще. Голоса нет. Ребенок не может понять, может, похоже на него, может, это не мой отец. Это все перед Богом записывается, придется когда-то отвечать. Это монастыри выводили столетиями послушания. На место Бога встал человек. На этом не останавливаются. Они видят, его не пробить. А что делать? Надо сказать, что сын ревет тут ходит. А он ходит по монастырю, да, есть хочу, есть хочу. Никто не слышит. Пить хочу. Монахи ни один не пнет. А их там пять тысяч. Ни один. Это настоящие воины Христовы, по их понятию. Наконец они говорят, знаешь, что он нам мешает. Да, вообще, он мешает. Так, видел река рядом, ряд? Вот, вот тебе покажут, где. С обрыва бросишь его в воду. А река бурная идет. Слушай, очень. Сын сведущий час подошел, вдруг он его схватил. Сын-то думает, все кончилось на вождении. Проклятая темная, голодная, вшивая ночь кончилась. Отец несет его. Наконец, из этого свенца, мы с этой треблинки, мы выскочим. Не тут-то было. Он заворачивает за монастырем к реке, размахиваясь и бросают его в воду. Но они там сделали сети, поймали. Я в это уже не верю. Поймать ребенка в бурной реке, сети, это глупости. И тогда он говорит, за меня его ставить, когда меня не будет. Вот есть фильм Щаркасова. Хмель. Много там намешано, но это точно. Он что бы ни сказал, а не, аллилуйя отцу нашему пиларету. Он начинает петь, аллилуйя отцу пиларету. А его никак не сместишь. И там один калистрат по башке жезлом и все. В нем сатана все. В нем сатана. Теперь калистрату будут петь, аллилуйя. Хмель. Не видели? Не советую смотреть. Вы можете посмотреть? Вы придете в ужас. Что там делается? Самосожжение. Не дать себе выки проклятым неганьянам, то есть нам православным. Вы поняли? Я говорю о монашности, я не говорю во всех монастырях. Но это взято не откуда-то. Оттуда. Оттуда самое. Это прославляется. Поэтому берегите своих детей от монастырей. Сохрани вас Бог туда приближаться. Мона означает один. Бог сказал, нехорошо быть одному человеку. Вы это слышали? Бог сказал, моно это нехорошо. Нехорошо. Это демоны знают. Иисус в пустыне один, демона окружили, сатана подошел искушение. А почему троица? Бог любит, но отец любит сына и дух святой. Сын любит отца и дух святой. Дух святой любит отца и сына. Вот как объяснили. Любовь. Любовь на первом месте. Все прекратится, любовь никогда не кончится. Вера исполнится, а существование ожидаемо, оно существилось, мы в раю. Это я вам, между прочим, вот сегодня Бог дал нам вывести оттуда все. Теперь молитесь, чтобы Максим, это, я говорю, прокурор, один желает все у нас вместить, чтобы Бог умягчил его сердце, сделал христианином, и чтобы душа его не погибла. Чтобы они ночью не прислали технику ломать. Я им все об этом написал. Стереть. Оно никому не мешает. Квадратный метр по земле не занимает. Туда ни корова не зайдет, там ни травы, ничего нету. Кучи навозные мы разровняли, печи сделали, чтобы памяти не было, что есть люди, которые живут по любви. Ко мне сюда в лагерь приезжали непростые люди, профессора психологии. Денька, кто там едет? Алексей. Алексей. Алексей, а, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Вам это понятно? Если Господь нас побуждает понимать это, мы ответственны, чтобы и другим передать. Если человек тебе дам где-то рядом, то не мона, вас двое. Нехорошо человеку быть одному. Речь не о жизни и бедожении. Вот вообще нехорошо. У монахов это прославляется. Вот Елиси, Евсеев там один. И он ходил по горам всю жизнь один, не имея покрованной головой. Это вообще покрованной головой. А другой там такой-то, кулики какое-то название, ты его не выговоришь. И он сделал себе келью, но такую низкую, чтобы нельзя было разогнуться. И чтобы приятности не было, он когда клал, оставил дырочки, чтобы ветер его продувал. А другие монахи приходили, один монах там, злой, но злой монаху мешал-то. И чтобы ему досадить, где он узнал, где он лежит, на какой стороне, и делал в это отверстие водный исход, то есть писал туда. Водный исход. Догадайся, о чем речь идет. К Василию. А у другого три года, у него были мураши в постели, он с мурашами спал. Потом три года у него змеи шевелились, он ни одного не тронул. То есть они рекорды ставили. Христос 40 дней постился, а Паисий не пил, не ел 70 дней. Где это заповедано? До вечера в Израиле были четыре поста, кажется, в году, там, печальные дни. Один день. Видишь, он их кушает, как у мусульман. Когда нитку черную и белую на улице не разлечишь, вот это уже все можно кушать. Я рассказываю о том, чтобы дети любили друг друга. Вот представьте, у нас приезжает профессор психологии, это большое звание. И она живет, с детьми беседует, полная свобода. Эльвира. Она беседует с ними, узнает, смотрит. Неделю уже, другую, а потом большая статья появится в центральной газете. Главный движитель лагеря, тере, с большой буквы, любовь. У нас она увидела любовь, а другие этого не видят. Я наказываю, все для чего? Любовь. У бабушек особенно нет любви. Больше. Спи, ешь больше, спи дольше, и все кончилось. И пили разграбли. Баба. Я считаю, как только бабки, это, ребенок родился, а бабок ликвидировать надо. Куда? Отсылать куда-то? Куда? Не, не убивать. Потому что она никуда, негодный ребенок растет. А ты приучи рано вставать его. Вот у тебя, бабка, у нее какая-то фамилия такая, и она говорит, в семье было много детей, я самая нелюбимая была, мама меня не любила. Как мне это помогло? Идем, говорит, по тундре, где дети там все рядом, а я сзади, она упаду, приверю, мать не смотрит. Как это мне помогло? Я выстоял, и сейчас ее на соискании Нобелевской премии выставили. Оказывается, вот так. Она слышала, я сколько раз, полтора раз, директор Гесселлского института в Лондоне, Великобритании, Ксения Деннон. И она приехала сюда, ей дали сопровождающие останки на Москва, и она все ходила, смотрела. Я впервые услышал слова, которые Соломону сказала Солиса Савская. Она написала потом, и говорит, мне про потерявку, про лагерь, и половину ей рассказали, что я увидела. А другие ничего не видели, кроме того, что злой старик, маразматик, давит дитя, ну я вис не даю, вот, который толстый у нас человек, лишний вес. Они, говорит, вот так связывают, и под пол там бетонный, бункер есть, а потом дня три пройдет, его поднимают опять на весы. Если в норму не входят, опять его туда опускают. Тебя опускали здесь? Нет. Нет? Нормально. Вот видели, какая была здесь, Голубева Екатерина Геннадьевна? Какая она? Как лепестинка. Посмотри, вот у нас Гарина Александровна. То есть у нас есть на кого смотреть. Я у них беру молодых. Больше всех у нас просят. Трастинка. Берите, добрые везде. Все они у нас хорошие, я просто по высоте взял. Все у меня. Вопросы? А чье житие святое? Какое житие вы сейчас рассказывали про мальчика? А тебе охота узнать? Вот прямо охота. Седьмой, восьмой том найдешь там, открытым оком. Я, когда перепечатаю, копирую, в кавычки взято. Ни одного слова не выпущено. А какие имена там упоминаются? Найдете там, найдете, ищите. Читайте. Он не святой, его святые не канонизировали, но отписывается монастырскую жизнь, похвальная где. Вот так. Это прикинь на себе, это твоя дочь, ты пришла в монастырь, и теперь она тебя вшивая, входит, голодная, и ты не должна даже глаз на нее поднять. Ну, а любовь, я вот другому так, вот он тоже, та же самая история, но только в воде побыл ребенок, чудо, чудо Бог совершил. Вот это хмель, когда смотришь, она аллилуйя, отцу, там, кастрати, или там, филарету. А здесь так, вот печи, с печами, я разошел, на печи хлеб печет, а печи в монастыре, это не такие, там, такие творило, там, там, где-то. И ребенок в печь кинул, и он кинул его печь, но печь сразу угасла. Вретель, сгорело, но умолчали, я думаю, так. Вот когда говорят, Арий, Арий, это утверждал, как свидетель Егова сегодня, что Бог единый, никакой троицы нету, у них доказательств больше, чем у православных. И они ничего не могли сказать, это уже прямо описывается. И вот Арий на какое-то там совещание шел, и зашел в отхожее место. Отхожее место, это сапфир. Пока как. Зашел. Долго лет зашли, а он лежит. Его ангел поразил. Видимо, надувался, и чрево лопнуло, и кишки вывалился, и все в гной, и в гной, это в калию, в говне. А с такими словами все заменяют. А я его, я даже гадать не буду, знаю, православные залезали его там. Подкараулили, и все. Это скрывает. А другой лев. Ну, лев. Все, реально. Он не против икон. Он говорит, что вы в бане начали поцелуить, но еще лбом бряхнет. То ли мозги на место ставить, то ли еще. Икон вот это зачем? Оцеловал. Ну, мы друг друга целуем, потом лбом-то не бьем друг друга. Или барана же. Если целовать, так можно вручиться у человека, как? Ну, я рассказываю то, что есть. Вы маленько-то смотрите. Если мы начали говорить о любви, ты эту любовь не ищи в каком-то, а я все время ищу людей, которые меня любят. Ты думай о том, кого ты любишь. Когда на правильное замечание, как ты реагируешь, Златоуз говорит, тебе правильно сделали, поблагодари. Кончилось неедение. Неправильно поблагодарить за намерение. Он хотел, чтобы ты не попал туда. Ну, бывает, я не знал этого, кто тут налил. Навалился на нее. А навалилась. А виновата-то другая была. А ты старшая была. Сама ты виновна была. Мы говорим о том, что крайне важно и необходимо. Тебе охотно узнать? Как? Считай Евангелие. Звучите вот эти 12 мест Писания. Они не до слова взятые. Ну, правильно было написано. Дар Божья жизнь вечна. Например, покатитесь и вы привезете. Это все есть. Обратитесь. Бывает такое где-то. Иисус есть. А там написано, я есть. Путь истинной жизни. Я, Христос сказал. Ну, тут поставили Иисус, чтобы понятно. Это не дословно, но абсолютно правильно. И вот, когда люди ничего не знают и начинают спорить, а вы против монахов? Нет. Я за монахом двумя руками. Чтобы люди не женились. Для Бога, Павел говорит, есть разница между женатым и неженатым. Неженатый заботится о Господнем. Незамужний заботится о Господнем. А замужний, о мирском, как угодить мужу. А в скобках надо поставить, и никогда ты ему не угодишь. То не зацарел, то... И точно так. Женатый заботится, как угодить жене в скобках, и никогда ты ей не угодишь. И он спрашивает в Болгарии, говорит, а что ты долго спишь? А муж с утра тут работает. А он, говорит, проспал тот момент, когда можно было на ней не жилиться. Пусть теперь работает. Понимаете, все разные придумали. Муж глава жены. У Болгарии говорят так. Вот они молодые, помещались, и теперь кто-то становится... Тащи подвал наш, он туда бросает тапочек. Вот теперь, кто первый залезет, возьмет, тот будет главной в семье. Ну, есть-то дело, что он ее бережет, не задавить, там она цепляется выступами своими. Туда. Ну, и пропал мужик. Оттуда вылазит, она уже в зубах тапочек держит. Ко мне неси апорт. Ну, просто надо посмотреть, реально, как. Бог сказал, закончилось. Ну, муж-то, у меня сержант. Правильно, сержант. А ты? А у меня генеральская. А ты жена. Отдай ему честь, как в Японии. Вот утром встают, это у них ритуал. Каждый день жена заходит ему. Саке. Доброе утро. Дети заходят. Сын заходит, а ему 4 года, 3 года. Заходит отцу, поклонился матери. Стал. Сестра заходит, 15 лет. Она поклонилась отцу, матери, брату. Он мужчина. Это вдавлено в них. Вот. Как гостям относиться, особенно южные народы, как они любят, как они привечают. И вот говорит, барашка закололи там, в пустыне. Ну, они двое, два пастуха. Ну, огонь-то говорит, а они же не верят, кто в пустыне-то идет. А там бывает, по тропинке идут. Еще один подходит, салам алейкум. Ага. Дальше. Ну, заходи. Когда, говорит, кончилось это все, варить-то где-то попробовал, все. Я забыл, сколько там пишут, только 30 человек уже сидел около котла, на этого козленка. Это, привет. Можно поучиться этому? Да. Уважение к старшим, советах сокалов. У нас стариков, все знают старик-то. А у них, именно, как сокалов. Мне знакомый один, Тарасий, он, дать его плавание, на корабле, там где-то остановились, я не знаю, в Африке или где. Ну, я нашел, говорит, православный храм. Может быть, и православный, католический там. Я зашел, встал, у него борода, в рабочей силе, не пенсионер. Заходят мусульмане, увидели его, подходят, поклонились, руку ему столовой дают, я сокал. Может быть, они тоже православные, верующие, какое отношение. Понимаете, мы везде должны увидеть, это хорошее, прекрасное. У нас ни на госзас, ни на чего-то на меня заходят, там сопляк какой-то, на зряк запутался. Он поносит, ругает, материться. Почему? Я знаю, что это не мусульмане. Вот у меня заходят мусульмане, ни одного отрицательного, они на наших сестер смотрят, вот эти маленькие сидят, и они, ну, маленькие, Ливия, наши сестры, наши сестры. А Самира, жена Булы, ей говорит, нет, это православные девочки. Нет, сестра, ты тут ошиблась, это наши сестры. Вот двое там, маленькие, когда сидят, идут наши из храма-то, бывает, некоторые мимикрией не занимаются, как в храме, так и, а тут работают разные, туркмены, кто на дороге, в Парнавуле, они бросают работать, я лежу, встали, все и перешептываются, это знаю, наши сестры приехали. И наша подошла, кто-то сестра, и говорит, это православные с храмы идут. Нет, мы православных около храма видим, какие они выходят без платков, в штанах там крашеные. Нет, это наши сестры, а не наши сестры. Я тем, что сказал, это нас Бог сегодня уже с утра вложил, я вас поведу на дорогу. Богу слава. За стол. Пять минут, девятого. Ешьте до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дедорок, Сергей, со мной рядом. Я сколько лет ждал, когда ветер появится, в 2000 лет. Я думаю, первый, два, а консенсация будет. Я думаю, там священники надо, что будут говорить. Все они будут говорить, вроде. Вы что? Шлем быстро рассказывайте. Мне дают пол, сестра, это Владимир Юрьевич. Володя, это я, помладше. Что Володя? Володя, помладше, это я, а ты Владимир Юрьевич. Я тебе и говорила, я знаю, что это Владимир Юрьевич. Я субординацию всегда соблюдаю. Нет, я прошу. Аминь. Аминь, говорите. Аминь. Аминь. Володя, ты скажешь, что молока, чтобы было, чтобы было, как ваша. Да, да, да. Во вторник, даст Бог, возьмет. Рыбка. Селедка у нас свежим мороженым. Горит. Будешь? А, я за тебя возьму. Спасибо. Мне-то завода-то не надо. Да. Брось на сюда. А что перешли? У нас больше нет такого мороженого. Брось.